Девочка, зачем тебе такие большие ботинки? Друзья, всем привет! Вы спросите меня, почему я в таком виде? Почему у меня такой мужской сейчас вид? А это не всё просто так. Я сегодня подготовилась рассказать вам свою историю волос. И вообще, почему я в шапке, это чтобы вы сейчас не разглядели. Или я лысая сейчас, и вообще, что у меня творится сейчас на голове. Вы сейчас всё поймёте. Это будет такое своеобразное видео истории моих волос. Я вам полностью расскажу, что происходило на моей голове за мои 25 лет. Потому что мне сейчас 25, и я это не собираюсь скрывать от вас. Я сейчас буду рассказывать вам поступенчато, что происходило на моей голове за всю мою жизнь. Снимать шапку я не буду до конца видео. Чтобы заинтриговать вас. Надеюсь, что вы поставите лайк под этим видео. И если это видео вам покажется интересным, то мне будет очень приятно. Потому что я сейчас реально буду всё рассказывать о том, что я делала с волосами. Итак, ну всё. Начинаю. Первая моя операция с волосами была только всего лишь в мои 24 года. Это был 2019 год уже, это только в этом году. До этого я постоянно ходила с коричневыми волосами на пятом уровне. Так как мне не разрешали краситься мои родители. И только сейчас, когда я живу сама, со своим любимым человеком. Но я покрасилась ещё будучи дома. В 24 я уже решила, что мне мама попу не набьёт. В общем, 24 я покрасилась. Первый раз я увидела такую белую красочку на витрине магазина с девушкой, у которой просто белые волосы. Понимаете? Просто белые, как вот эта стена. Даже нет. Могу сказать, какие белые. Белые, как вот эта вот. Вот. Ну и короче, что вы хотите. Я взяла эту красочку и осветлилась ей. Я не знала, это порошок или краска. Я ещё не разбиралась ни в чём. Это было где-то прошлой весной, да? Вот сейчас осень, а это была весна. Ну и короче, где-то март месяц я осветлилась этой краской за 20 гривен. И потом ещё покупала. И ещё вот так вот я осветлялась, пока не стала рыжая. Тёмная такая. Вот что получилось у меня этим летом. Посмотрите, как у меня отвали волосы. Потому что я периодически красилась в белый цвет. У меня получился, когда я покрасилась 9 раз подряд порошком. Ну, период где-то через каждую неделю. Вы знаете, почему, друзья, у меня не отвалились волосы? Почему они ещё были у меня вот в таком состоянии? Вот. Видите, это уже ужас происходил. У меня просто всё закончилось тем, что у меня волосы, ну, они стали белые, но их почему-то стало очень мало. Сейчас я даже не знаю, как я вам покажу то, что у меня сейчас творится на голове. Но я могу сказать, что самый ужас я пережила. Вот это я ещё с мамой когда жила, вот, с подружкой мы сфотографировались. Ещё всё было на месте. Самый ужас происходил, когда я красилась не вот этим, не красочками, а порошками. То есть порошками я спалила все свои волосы. И, кстати, могу рассказать вам такую ситуацию. Я недавно заходила в магазин вот с красками, да, там где Ladyland, по-моему. Не магазин Vixx, а Ladyland Skin Gross. Я рассказала девчонке-продавщице свою ситуацию. Она говорит, я бы на вашем месте плакала. А знаете, почему она так сказала? Потому что, смотрите, вот это было летом ещё. Вот такая ситуация с волосами, да. Вот сейчас это я тоже вот красилась. Кстати, кто не знает мой канал не на YouTube. Вот это я бы не знаю, как было. Angel Liza называется в Инстаграме. Вот, ещё летом волосы были не чёток. То есть даже мне кажется, что летом... Даже летом были ещё волосы не чёток. Но то, что творится в последние два месяца, я вот как бы полтора месяца вообще не красилась. И волосы просто начали кусками сыпаться. Просто у меня вот тут вот был кусок волос, он просто отпал. И тут такая мальчиковая стрижка у меня была. Вот это то, что было ещё этим летом. Нормально так было. Всё началось с того, что у меня не получалось достичь белого оттенка. Вот как здесь на видео, да. То есть я пыталась избавиться от рыжины. То есть я использовала спецблондер после того, как вышла в рыжий цвет. И оно мне не помогало. И как бы вот видите, даже здесь была желтизна. И я всё считала, что это какой-то комплекс. И пыталась от неё избавиться с помощью белых порошков. Вот такая ситуация у меня была в Чехии, когда оно отрастало. Это я ещё с волосами была белыми. Вот. Что я хочу сказать. Белого оттенка, такого прям чистого, я не достигла. Он достигся у меня только тогда, когда уже полностью я лишилась всех волос. Ну, копна ещё где-то в августе была. То есть я могу сказать, вот. Это я расчёсывалась как раз там. Мы жили в Чехии. И вот как раз там я сделала самую роковую ошибку. Там в Чехии совершенно нету нормальной косметики такой профессиональной для того, чтобы выйти в блонд. И с помощью порошка, там, который я купила, я сожгла свои волосы, что у меня здесь просто стали торчать вот такие штучки. А это просто отломились те волоски. Сейчас я вам покажу, как у меня стали выглядеть волосы после этого порошка. Просто повылезали. Но это ещё цветочки. То, что у меня сейчас на голове, это просто кошмар. Вот это первый раз я воспользовалась чешским порошком. Всё нормально осветлилось. Я была белюсенькая. Просто белюсенькая. Супер цвет был. Это ещё дома было. Вот такие длинные волосы у меня были. То есть они были реально очень длинные. Вот. Это такие вот результаты моего осветления. Вот. Такие фотографии. Сейчас покажу вам. Вот это вот я, допустим, ещё во Львове была. Перед отъездом в Чехию месяц июнь. Ещё волосы были на голове. Вот. Сейчас покажу. Есть такое видео. Это всё в Инстаграме. У меня просто я это архивирую. Я не очень люблю. На показ, да. Вот это вот всё показывать. То есть волосы ещё были. Я всякие укладки делала. Всякие разные прически там. Ну, то есть ещё как бы была длина волос. Она присутствовала. Вот. Это я белая. Я белая проходила ровно пять месяцев. Мне сейчас вот кажется, что этот цвет не мой. То есть он меня полнит. Мне что-то перенравилось этот цвет. И я сейчас вам расскажу, в какой цвет я хочу перекрашиваться. Вот. Смотрите, какие белые волосы были. Они ещё были на месте. То есть я как бы ходила блондинка, да. И радовалась жизни. Всё было прикольно, да. Но в последнее время, когда я поняла, что у меня осталось тупо три волосинки. Вот как реально говорят люди, понимаете. Вот. Это ещё я вот фотографировала свой профессиональный уход за волосами. То есть реально я ухаживала за ними. И вот кондиционер был у меня. Ну, в общем, всё самое-самое такое профессиональная косметика для блонда. То есть вот у меня вот такие вот волосы были. Они были достаточно длинные, красивые. И если бы не тот день, когда я подержала вот буквально десятый раз уже порошок на голове. Вот. Когда у меня отросли тогда в Чехии корни. Я ещё имела на голове волосы, извините меня. Но потом я нанесла порошок себе на корни. И всё. Волосы просто полетели. Вот это был первый день после осветления. В июле где-то. А потом я сделала ещё спецблонд. Да? Потому что мне никто не объяснил, что, извините меня, матриксом или фирмой формалитой я сделала спецблондом. Я ещё, кстати, по своей дурости накупила этих спецблондов. Сколько только можно было. Вот. Вот это я ещё брюнетка была. Танцую. Да? Вот. У меня были вот такие длинные волосы. Ну, собственно, если вы добавитесь ко мне в инстаграм, и вы увидите, что я была брюнеткой. Это вот я уже крашеная блондинка. Я вышла в блонд буквально за месяц. Вы представляете, если бы я не была вот всю жизнь как бы с натуральными коричневыми волосами, представляете, как бы посыпались мои волосы, если бы я была, допустим, крашена в рыжий. Ну, просто никто не объяснял мне, и сама я не верила. Точнее мне говорила там одна моя тренер, что там типа Лиза не красится в блонд, потому что типа волосы отпадут. Вот это я уже... Честно, волосы ужасно расчесывались. Они не поддавались тому, чтобы расчесываться вообще. Как бы я не могла их ни расчесать, ничего. Появились какие-то проломы, ну, в голове. То есть я не понимала, почему тут такие прорези. Я расчесываю, расчесываю волосы. И не понимаю, да, почему типа... Цвет неровный был. У меня это настолько раздражало. То есть я вообще, ну, не понимала, почему типа я волосы расчесываю, расчесываю, а они не расчесываются. Типа, а это все из-за того, что половина волос была рыжая, а половина вот здесь вот, эта часть была полностью белая, а это такая желтоватая. Вот. Ну, это фотки такие обманки. У меня не было таких длиннющих. Хотя нет, возможно, и были, просто мы не всегда можем себя визуально увидеть как-то вот, ну, четко. Вот, посмотрите, какая копна была. Вот мне реально, мне продавщица в магазине сказала, что если бы с ней случилась такая ситуация, как у меня сейчас, вот спустя 5 месяцев, блонд, который я относила, то у меня были вот такие вот каштановые волосы. И причем я в них вложила где-то около 1000 гривен в месяц, тратила только, чтобы отрастить такие длинные коричневые волосы. И потом их так просто сжечь до рыжего оттенка. Вот. Это первые дни в Чехии. То есть, все было нормально с волосами. Особенно, когда я еще жила вот с родительницей, своей мамой. Вот. Как бы, все было с волосами нормально. Вот это вот видео, когда я еще рыженькая там на пилоне выступала. Вообще, ну, типа, волос было очень много. Они все были такого натурального, жидкого качества. Они расчесывались еще. Вот. То есть, белый цвет я захотела очень зря. Я, конечно же, не жалею. Ладно. Все, что в жизни не делается, все, конечно же, делается к лучшему. Вот. Такая вот грустная ходила с белыми волосами все это лето. И вот такая вот рыженькая я была. Это было классно очень. Вот. Я была насыщена такого яркого рыжего цвета. Хотя я хотела изначально не очень такой, как бы, ярко-рыжий. Ну, и сами понимаете, как бы. Вот это, кстати, я со своей подругой когда-то сфотографировалась. Вот. Ксения звали. Просто поссорились с ней. Вот. Вот это я и шла еще этим летом. Это волосы еще были. Я никому не верила, что волосы мои могут посыпаться. То есть, понимаете. Вот. Кстати, тоже я танцевала рыжая. Это еще вот как раз первые дни, когда я делала светление вот этими всеми масс-маркетовскими красками, да. Понимаете? Волосы еще нормальные были, понимаете. Вот волосы еще были в том состоянии, когда они оставались на голове. Вот, кстати, вот это вот после, помню, сделала четыре краски в один день из магазина Простор. Я накупила где-то четыре оттенка. И сначала сделала один, потом высушилась, потом второй. И это я в подъезде фотографировалась. Типа, смотрела, или вот здесь вот у меня вот, ну, здесь была белая, здесь рыжая. Я все усверяла, или эта рыжина отмывается. Но в итоге оказалось, что масс-маркетовская краска, эту рыжину, которая у меня была здесь по длине, ничего ее не убивало. Эту рыжину, понимаете. И я все хотела вот этот вот цвет, я не понимала. Я так просто грезила вот этими спецблондами. И я думала, что спецблонд может мне вывести этот сами. И я вот даже на вывод блонд потратила очень-очень много денег. Вот, это помню, я пыталась как-то понять вообще, какой у меня цвет на голове. Потому что столкнулась с покраской. Впервые помню, мне уже тошнило от этого запаха. У моей сестры с мамой там ругались уже, Лиза, что такое? Постоянно краской пахнет, тюбики все раскинуты. Постоянно, каждый день была просто покраска в блонд. И уже просто никто не выдерживал, уже всех тошнило от этого блонда. Я сверяла цвет с утра, на дневном свете, вечером, после покраски. Я постоянно сверяла вот в каком-нибудь цвет. И у меня нормальный цвет был. Ну, не надо было делать порошок. Посмотрите, и корни, все было прокрашено. Посмотрите, был такой, как вам сказать, приятный золотой оттенок. Вот, почти такой же, как и на раскладке, понимаете? Но мне все было мало, и я все делала этот блонд. Вот, сейчас вы будете в шоке, потому что вот это я такая была красивая. Понимаете, у меня были вот такие вот волосы, вот. Вот, я выкрасилась в блонд из своего каштанного натурального. И все было отлично, понимаете? Вот, в кофточках фотографировалась. Ну, накручивала волосы. Даже не с помощью бегудей, а просто так натурально, понимаете? И сейчас вы поймете, почему продавщица чуть ли не заплакала. Посмотрите, какие у меня были волосы, Господи. Это просто я сейчас сама хочу плакать. Посмотрите, какого они были качества. Вот, это мой канал. Боже, я сейчас... Вот, это рыжина, от которой я пыталась избавиться. Это было 20 мая, понимаете? Это вот, ну, мне кто-то сказал, что, типа, эта рыжина некрасива. Вот, капец. И корни были выкрашены, и все. Это первый раз... Нет, это не первый раз. Это второй раз я сделала тогда спецблондом. После того, как у меня были рыжие волосы, да? Просто рыжие волосы. Вот, это я была в Египте, рыженькая такая. И вот, после приезда, вот, на этот рыжий цвет, высветленный после порошков масс-маркет, я наложила, как бы, этот самый спецблонд. И цвет получился, как бы, ну, как вам сказать... Цвет получился сразу такой белоснежный, такой классный. И качество волос было просто умопомрачительное, понимаете? Друзья, я не знаю, как вам объяснить свою печаль. Я даже сейчас не хочу снимать эту шапку. Я надеюсь, что если я сейчас ее сниму, то вы просто поставите потом мне хотя бы лайк. Понимаете? Вот. Вот, это то, что было... Вот, это я выходила другим спецблондам. Тоже очень красивый цвет получился тогда. Он тут... Ну, у меня такие разные оттенки получались. Понимаете? Вот. Очень красиво было. Вот. Посмотрите, какая копна волос. Это просто что-то удивительное было. Просто чудо. И я не ценила это. Вот, понимаете? Девчонки, я даже не знаю, как вам сказать. Мне казалось, что я плохо выгляжу. Вот, что если цвет неравномерный, нужно было оставить цвет. И мне и подруга говорила, что я неплохо выгляжу с этим цветом. А я все так комплексовала. И все, мне было мало этого белого цвета. Я его выводила прямо на такой белый. Понимаете? Вот. Чем мне мешала вот эта вот режина, я до сих пор не понимаю. Потому что я была похожа на человека. Видите? Я была блондинкой. И причем у меня волосы были на голове. Понимаете? А сейчас волос нет. Я не знаю, как я сейчас сниму эту шапку. Мне просто стыдно. Я не хочу вас напугать. Потому что то, что у меня сейчас на голове, это далеко не вот это. В общем, друзья, ни в коем случае не делайте спецблонд по всей длине. И тем более на 9% оксиде. Я сейчас вам покажу результат. Я вот предыдущие видео снимала, я их добавила в волосы-блонд рубрику. Вот. Такое вот было. Понимаете? У меня были длинные волосы, белые. Но я их не сохранила. Это просто печаль. Понимаете? Вот удачные фотографии еще в те моменты, когда волосы присутствовали на голове. Вот. Я делала различные снимки. Вот. Типа. Ну, очень красиво было. Реально. Волосы были хорошие. Они были на голове. Понимаете? Вот. Это снимки еще с волосами. Ну, в общем. Это видео приходит к концу. Я показываю вам самые лучшие фотографии. Вот. Одна из самых лучших моих удачных фотографий, когда у меня были волосы еще на голове. К сожалению, фотографии это реальные фотки. Это я делала себе фотографии сама. У меня волосы были шикарные. Даже когда я их вывела в блонд после рыжего оттенка. Несмотря на то, что я их очень много раз красила. Очень-очень много раз. И мне все казалось, что они плохого качества. Но посмотрите, какие были волосы. Я вот еще раз вам покажу. Посмотрите. Это капец. У меня было два таких хвостика. Понимаете? Я могла нормально их мыть. И вообще. У меня была просто суперовая качество волос. Вот это я брюнетка была. Не знаю. И фотки были. И все получалось. Это вот рыженькая я была. Ну, что ж. Не будем ныть. Давайте уже смиримся. С тем, что было. То было, как бы называется. Понимаете? Вот. Были волосы. И теперь их нету. Господи. Это мой песик, которого не стало недавно. Ну, короче, друзья. У меня были на голове волосы. Понимаете? Вот, как их много было. Такой приятный оттенок был. Это, кстати, мои подружки с источных танцев. В общем, была я вот такая вот довольная блондинка ходила. Но, к сожалению, я свои волосы не сберегла. Я хотела вот такой какой-то девчонки. Такой прям белый-белый цвет. Я свои волосы не сберегла. Вот такая я раньше была. Вот. Это я очень-очень радовалась, что я вышла блонд. Рыженькая была. В общем, друзья, я вам не советую прибегать к порошкам. Потому что порошки забирают полностью всю жизненную энергию волос. Заходите ко мне на канал. Он называется Angel Liza. Ну, а сейчас пришло такой момент, что я должна показать вам свои волосы. Как они выглядят. Начинаем. Только вы не смеетесь там громко, ладно? Я снимаю. Все же у меня осталось здесь. Видите, у меня вот здесь вот носит парень. Три волосы. Ну, короткая старика, вообще-то наложить. Все, что вам осталось. Три волоска, посмотрите. Вот в заде там вот такая старика. Три волоска, что это с тобой рядом за такие дыра? А рядом не парень, не парень, не парень, не парень, не парень, не парень. Здорово, Миш, ну что, как он вчера, а вот что? А вы узнаете, что, что? Что за богато, то не здорово. Я добавилась вот этими штуками. Так что, не парень. Так что, не парень. Так что, не парень. Так что, не парень. Вы видите, что я уже... Это вот эти части на вид пала. Вот. Вот тут было очень коротко. У меня вот это отросло за три месяца, вот эта часть. Боно было вот такое, вот такой ирокез. Понимаете, вот это то, что выросло. Это я перестала пользоваться порошками, да? Девчонки, пользуйтесь красками для сидения. Порошок не трогайте. Друзья, я рада, что, если вы посмотрели это видео, обязательно ставьте лайк, вот. Запомните меня такой сегодня, потому что я буду блондироваться в другой цвет, в 10-60 братья стель. Я надеюсь, что вы не плачете там вместе со мной, потому что уже то, что было, то не вернешь. И волосы, которые мы, к сожалению, палим, девчонки, нашими этими желаниями, то, что мы хотим быть намного ярче. Я аж почему хотела вот этот белый цвет? Потому что мне казалось, что, типа, все голливудские звезды этот самый. Ну, и я прибегала к порошкам, потому что я хотела быть на 12 уровне осветления. Но невозможно выйти на 12 уровень и сохранить качество волос. Девчонки, вот сейчас у меня у корней рыжие вот это, Матрикс, очень классно выходит на 12, на 10 уровень. Лучше ходить со здоровой десяткой, нежели с 12. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайк. Всем хорошего дня. Пока. И не делайте таких ошибок.